Здравствуйте, уважаемые зрители! Если вас огорчили новости политические и не обрадовали спортивные, посмотрите ресторанные. В мире гастрономии по-прежнему всё спокойно, красиво и гармонично. И только новогодние праздники будоражат рестораны столицы. Так ведь это приятные хлопоты. Программа представляет торговая марка Портрани. Синий петух, хозяин 2005 года, весьма щедро проявил себя по отношению к развлекательному комплексу «Авалон». К постоянному потоку гостей здесь уже привыкли. Стабильно занят лаунж-бар и ресторан. Зимний сад вообще вот уже 10 лет в авангарде кондитерского движения столицы. Но громче всего в уходящем году прозвучало открытие ночного клуба «Ажур» и обновленного казино «Авалон». Чтобы огненная собака была такой же благосклонной к развлекательному комплексу «Авалон», его нарядили богато и засиял фаворит ресторанного бизнеса разноцветными огоньками, радуя прохожих и гостей. Владимир Латушка со своей командой перед Новым годом отработали десятки корпоративных банкетов. При этом малобюджетным фуршетам внимания уделялось не меньше, чем остальным. Шеф-повар использовал весь свой креативный потенциал для создания гастрономического праздника людям. Володя – повар от бога, и потому щедро делится своим талантом. В каждом блюде новая идея или модная мировая тенденция, но чаще господин Латушка использует собственные наработки. Так шашлык из омары звучит прозаично, но это лишь подчеркивает принадлежность к высокой кухне блюда. В хвосте гигантского рака сатэ из семи видов грибов, а соус из омарового сока затянут сливочным маслом. Сыром феты с зеленью повар фарширует королевские креветки, а соус каркаде на основе красного чая и такого же вина овладевает сознанием гостя настолько, что некоторые известные в мире спорта особы регулярно съедают по две порции. На здоровье! Повар счастлив и продолжает игру, то нет с нитями из яичного белка становится супом, потому что его тут же заливают рыбно-мясным бульоном. А еще Владимир Латушка единственный, кто освоил метод молекулярной гастрономии повара Блюменталя из британского ресторана «Жирная утка», признанного лучшим в мире в 2005 году. Теперь телятина напоминает паштет, а баранина обравляется горчицей с пюре из винограда. Так что если в новом году кто-то захочет быть в курсе мировой гастрономической моды, приезжайте к повару Владимиру Латушко, не пожалейте. Он объяснит, почему его раковый салат столь популярен. Все дело в сочетании текстур – мягкого и хрустящего, картофель-пай и вкусов – кислого, сладкого с добавлением хрена. А вот рыба-брезе – это уже совсем другая история для следующего кулинарного года. И еще столько неоткопоренных бутылок коллекционного вина, которыми гордится ресторан «Авалон» и его сомелье, у которого недавно появился винный буфет со шкафами для вина. И сколько еще в наступающем году будет достойных поводов для того, чтобы заказать благородное Монт-Роше 1998 года или игривое Гевюрт-Строминер и непременно вступить в устричный клуб, чтобы дегустировать устрицы, разумеется, бесплатно, со всех морей и океанов. В общем, заканчивается год и начинается новая страница высокой кухни от ресторана «Авалон». Поздравляю с Новым годом, желаю счастья, успеха в новом году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова